Это Глен Мосс, летчик военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. С 19 лет за штурвалом самолета. Управляет Дугласом Си-47, мастодонтом гражданской авиации США. Такие машины в военное время американцы поставляли Советскому Союзу. В Красноярск Глен прилетел в рамках проекта «Аляска-Сибирь». Именно наш город является конечной точкой легендарной трассы. Кстати, в России авиатор впервые, и самые яркие впечатления, конечно, от красоты нашей природы. В Америке такого не увидишь. Невероятные просторы, огромные расстояния между городами. Для нас, американцев, это очень необычно. Также, конечно, деревья, горы. Это потрясающе. Но в первую очередь поразили люди, доброта и тепло, с которыми они нас встречали. За время пребывания в Красноярске пилоты побывали в музее, на мемориале победы, а сегодня встретились с молодыми красноярцами, любителями краеведения и военной истории. Отвечали на вопросы молодежи. Мне очень интересно узнать, что чувствуют, что переживают сами пилоты, как они к этому относятся. Мне было очень интересно, что сподвигло их на высоздание этого исторического проекта. Мне очень интересно, как относятся другие люди к этому. Особенности полетов на раритетной технике, нюансы опасной трассы, всех тем беседы и не перечислишь. Говорили и о личном. Например, что летчики делают прямо перед вылетом. У меня духовный наставник, отец Алексей, это настоятель Данилова монастыря. Он благословил наш полет и дал с собой иконку. Конечно, я произношу определенные слова и помню, что этот человек за меня молится. Еще несколько мероприятий в Красноярске. Завтра вылет в Свердловск. Следующая точка маршрута – Москва. Международный авиасалон в Жуковском. После этого пилоты передадут самолеты в Центральный музей Вооруженных сил России. Там они станут частью экспозиции, посвященной Второй мировой. Кирилл Белык, Дмитрий Кутько. Афонтово. Новости.